В Сочи встретились главы правительств СНГ, но что интересно, у Путина были только вот таких две неформальных встречи, которые сказали в СМИ. Первая это с Лукашенко. Они встретились в Сочи сегодня, объявили, что будет размещать все-таки российское ядерное оружие, но пока еще идет подготовка. То есть, наверное, там еще место не выбрали, но это такое. Но еще одна фамилия прозвучала в таких неформальных встречах. Также был разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. Почему только эти две фамилии прозвучали, как думаете, или еще пока эти в порядке очереди еще будут другие фамилии? Но все же, да, Лукашенко-Пашинян на одном уровне. Это сегодня самые лучшие друзья Путина, или как это называть? Ну и мы понимаем, что ранее Пашинян сказал, что он не вашим и не нашим, что они не поддерживают никакую сторону в войне российско-украинской. Что там тогда разговоры такие были кулуарные? Ну, как бы странно это ни звучало, я азербайджанец, который критиковал всегда этого Пашиняна за его позицию, я вам советую не ставить на одну ступеньку сегодня Лукашенко и Пашиняна в этом вопросе. Однозначно они оба члены УДКБ, но поведение Лукашенко, оно видно открытым текстом, а желание Пашиняна вырваться из объятий, теплых, так сказать, объятий Кремля, тоже в последнее время очень хорошо просматривается. И я думаю, нам надо его поддержать в этой ситуации, коль в результате этих телодвижений, которые поддерживают здесь в Вашингтоне, которые поддерживают Брюсселе, которые поддерживают в Азербайджане, в Турции, это привезет к мирному договору между Азербайджаном и Арменией, привезет к мирному договору между Турцией и Арменией, и в перспективе выдавливанию России из этого региона, то есть из Карабаха, где так называемые миротворцы, еще есть несколько тысяч, из Армении, где у них есть довольно неплохое представительство, и не только в Гюмри, и по грамм войска там находятся, и российский бизнес там, и в Эребуне у них там определенные военные возможности, поэтому, а я уже не говорю, в перспективе это хорошо может отразиться и для того, чтобы из Грузии их оттуда выдавить. Поэтому я думаю, он для этого с ним встречался, скорее всего, ну, чтобы как-то популярно объяснить все риски, потому что, вы видите, в последнее время он делает определенные заявления, то ДКБ отсюда уходит, то вот перепалка публичная такая, якобы с президентом Азербайджана, ну, как будто он недовольство проявлял именно Кремлем. И встреча там прошла всего 20 минут, вот, хотя должна была быть намного больше, значит, ни о чем не договорились, вот, кроме там вопросов того, что тема коммуникации как будто сегодня обсуждается. Но Россия не только хотела бы коммуникации, Россия хотела бы остаться в регионе и усилить свои политические позиции, ну, хотя бы дождаться того момента, когда будет ясность с украинским треком. Может быть, он это и объясняет сейчас ему, или пытается ему объяснять, насколько у него есть для этого рычаги влияния, вот, возможности, я не знаю. Ну, я не исключал всегда возможности того, что может быть попытка государственного переворота в Армении. И как это было в 99-м году, в октябре, это может быть, конечно, может быть, и об этом он тоже ему говорил. Но то, что Россия сегодня не заинтересована в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией, и автоматически после этого, да, потому что Турция условия поставила, Турция бы сказала, как вы только подписываете мирный договор с Азербайджаном, автоматически подписывается мирный договор между нами. То есть это единственное препятствие, да, поэтому более 30 лет граница между Турцией и Арменией также была закрыта, и она сегодня закрыта, хотя Турция уже делает реверансы, вот, авиасообщение открыла. Вот, и, заметьте, Пашинян был на инаугурации президента Турции, и отдельно с ним встречался. То есть это же тоже маркеры, да, для понимания. И посмотрите, какая критика пошла в российских средствах массовой информации. Посмотрите, какая критика пошла внутри самой Армении в пророссийских средствах массовой информации. Вот, поэтому давайте будем за этим наблюдать. И ещё не вечер, и мы ещё будем свидетелями многих интересных процессов. Поэтому, видите, когда я жёстко всегда говорил на эту тематику, сейчас я немножко стараюсь быть мягко. Почему? Чтобы по принципу не навреди. Но коль движение со стороны того же Еревана как будто бы делает какие-то поползновения, значит, надо поддерживать. Кнут и пряник. То есть если правильно ведёшь себя, я буду как пряник разговаривать. Будешь вести неправильно, я буду как кнут разговаривать. То есть не то, что я, я имею в виду Азербайджан, я всё-таки гражданин Азербайджана, представляю Азербайджан публичной информационной плоскости. Я знаю довольно неплохо мнение азербайджанского общества. И азербайджанское общество вместе с политическим руководством Азербайджана имеет одно единое мнение. И я ещё не встречал ни одного азербайджанца, который имел бы какое-то отличное мнение. Наше мнение сегодня, суверенитет, территориальная целостность 100% на уровне 91-го года декабря, вот как говорят Алматинская декларация. Вывод всех российских солдат с территории Азербайджана, с территории Карабаха, где они там находятся. Ну, у них там ещё договорённость на два года. Если мы договоримся и раньше, им там больше делать нечего. То есть это наша цель. И вот когда их там не будет, и когда полностью граница будет закрыта на замке, то есть всё то, что вы хотите. Вы же тоже говорите до 91-го года. Мы просто сегодня ближе, чем вы. Мы прошли через эту войну, мы завершили эту войну успешно. То, что я вам желаю, да, то, что весь азербайджанский народ вам желает. Вы должны тоже это сделать. Дай Бог, дай Аллах, вы этого добьётесь. И вот после этого, после этого, вот его будет юридическое оформление. Если это юридическое оформление под названием «Мирный договор» и получит подтверждение на международном уровне, а это однозначно получит, потому что и Брюссель, и Вашингтон поддерживают этот мирный план, то, конечно, ничего плохого в этом нет. Поэтому давайте пока будем пряниками мягко поддерживать это. Как только мы увидим что-то не то, можете не сомневаться, у Азербайджана есть все рычаги влияния, и военные в том числе, для того, чтобы спазить, напомнить всем, всем и в России, и в Иране, и в самой Армении, тех, которые поддерживают этот сепаратизм, возможности двухсоттысячной армии. А что есть у Армении? Ничего. Ничего. Ни Иран не пикнет, ни Россия не пикнет. Нынешние ситуации там есть, потому что Турция, там есть Пакистан, там есть Израиль, и там есть политическая поддержка Брюсселя и Вашингтона. Поэтому в этой ситуации в Армении прекрасно понимают, ну, стоит ли копия ломать под вопросом, может быть, государственность Армении, или о потере других территорий. Если Азербайджан сегодня вам говорит, мы признаем вашу территориальность с 29,8, завтра это может быть и намного меньше. И что вы будете кричать? Где вы будете кричать? Вам же предлагают мирный план, именно такой, который декабрь 91-го года, и вы как будто бы говорите об этом, и как будто бы они идут в этом направлении. Так давайте сначала их поддержим в этом направлении. Если они будут что-то не то делать, можете не соревноваться, а у Азербайджана есть все рычаги влияния, и военные в том числе, для того, чтобы ускорить этот процесс и военным путем точно так же. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.